здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу статистика и котики владимира савельева давно хотел почитать какую-то попроще книгу о статистике где-то около десяти лет назад когда я готовил свою научную работу я использовал для того чтобы ознакомиться с основами статистики книгу статистика для чайников этого было достаточно для того чтобы узнать основные статистические параметры статистические слова и формулы для вычисления тех или иных статистических параметров и потом когда я уже вплотую подошел к оформлению своей работы мне нужна была книга более серьезная чтобы до нее сослаться в списке литературы я использовал книгу айвазиана про статистику это научный труд который принимается в научных трудах и по айвазиану я брал оттуда текст его перерабатывал скажем так делал рэрайт чтобы не было плагиата и формулы на которые я потом ссылался в своей работе я вставлял из айвазиана и объяснял те параметры которые у меня получились в исследовании через айвазиана и этого было достаточно для того чтобы эту работу приняли однако вопрос остался потому что статистика на такая объемная наука и хотелось бы получить какое-то более простое объяснение всех этих критериев статистических и я нашел вот такую книгу она довольно таки весело оформлена и что бросается в глаза это качество печати и качество бумаги я вот сейчас открою на произвольной странице она выполнена в цвете внутри что не часто встретишь в современных книгах ну я разве что если это книги только для детей и я вот сейчас попытаюсь показать толщина бумаги то есть бумага очень качественная белая и она намного толще чем лист формата нашего а4 который мы обычно используем скорее всего это или 100 грамм на сантиметров в квадрате или 120 грамм к сожалению я плохо разбираюсь в типографских вопросах и и скажем так про это я вам не могу сказать как только мы открываем эту книгу я вам сейчас открою на вот раз и открываем следующее и мы сразу видим котиков красивых которые потом будут использоваться на на дальнейших страницах и дальше все происходит в таком же духе то есть приводится какой-то критерий статистический и он рассказывается через отношения разных котиков котики пушистые котики с ушками котики одного цвета другого цвета котики которые любят есть допустим курицу или которые любят поточить когти о диван и вот это все вокруг в таких вот простых категорий которые понятны простому человеку которые там никогда возможно и не соприкасался со статистикой рассказывается о статистических критериях и как они связаны с обычными параметрами животных то есть их величиной количеством потребленной еды или сколько они времени поточили когти о диван и так далее и сейчас я разумно будет сейчас зачитать содержание чтобы вы понимали о чем вообще в этой книге идет речь объем этого видео не конечно не позволяет мне углубляться в какие-то конкретные статистические критерии но какие-то какую-то часть мы все-таки рассмотрим чуть позже и так оглавление начинается от автора потом от партнера издания потом идет сейчас скажу точно сколько 14 глав я зачитаю название она идет смотрите как сделано глава состоит из как бы из двух название главы состоит из двух частей в начале идут как выглядят котики или основы описательной статистики я не буду читать заголовок где находится слово котики а я буду читать только те заголовки которые относятся к статистике и так а глава 1 основы описательной статистики глава 2 средства визуализации данных глава 3 меры различий для несвязанных выборок глава 4 п уровень значимости глава 5 основы дисперсионного анализа глава 6 многофакторный дисперсионный анализ глава 7 критерий различий для связанных выборок главу 8 дисперсионный анализ с повторными изменениями глава 9 основы коррелиционного анализа глава 10 основы регрессионного анализа глава 11 логистическая регрессия и дискриминантный анализ глава 12 основы математического моделирования глава 13 основы кластерного анализа глава 14 основы факторного анализа заключение и далее автор приводит в В трех приложениях первое и второе приложения посвящены о, суммарно в первом приложении рассказывается коротко о главном, то есть о всех тех критериях, которые и способах статистической обработки данных, которые автор рассмотрел подробно в предыдущих главах, он в приложении коротко рассматривает каждый из них, чтобы напомнить читателю о том, что же он прочитал. А в приложении 2 он рассказывает о работе в статистических пакетах, как работать в программах для обработки статистических данных и получения статистических критериев. В приложении 3 он советует литературу и интернет-сайты, что еще посмотреть. И дальше он приводит свои благодарности людям, которые ему помогали. Итак, я не буду подробно рассматривать каждую главу, я скажу только о том, о чем я знал перед тем, как, не только о чем я знал, но и чем я уже пользовался до того, как я прочитал эту книгу. Поскольку я занимался научной работой, то часть из этого материала мне была знакома. Я занимался, если быть совсем уж конкретно, я занимался исследованием реологических свойств пищевых масс, пластичных пищевых масс. Это тесто, масложировые начинки, конфетные массы, кондитерские массы и тому подобное. Итак, что я использовал? Я использовал средства визуализации данных, то есть построение графиков, гистограмм, пайчартов. Это круговые диаграммы. Далее, я использовал основы корреляционного анализа, чтобы удостовериться в том, что в полученных данных есть корреляция между какими-то величитами. Далее, я использовал регрессионный анализ для построения математических моделей течения пищевых масс в каналах, формующих инструментов оборудования, макаронных прессов и экструдеров для высокотемпературной экструзии. Далее, я использовал основы математического моделирования. И, собственно, все. Достаточно тяжелые главы – это уровень значимости и критерии различия для связанных выборок. Проходилось по нескольку раз читать эти главы для того, чтобы понять вообще о чем идет речь. Очень много внимания уделяется ранговой статистике. То есть, когда мы не можем получить какие-то значения, допустим, в метрах, в килограммах, в штуках и так далее. Но мы можем оценить ранг. То есть, что-то лучше, а что-то хуже. И присвоить, допустим, нашему наблюдаемому событию, допустим, ранг от единицы до, допустим, десяти. А потом мы можем нашу выборку отранжировать по этим рангам. Каждое из наблюдений. Вот это очень, допустим, мы можем отранжировать, допустим, по критерию нравится-не нравится. Нравится больше, нравится меньше. Или, допустим, мы можем измерять дождь в миллиметрах осадков, а можем измерять по нашему настроению. То есть, допустим, чем сильнее дождь, тем хуже наше настроение. Ну так вот, вот это будет измерение настроения, это будет уже измерение в рангах. Потому что у нас нет прибора, точного физического прибора, чтобы замерить настроение. И у одного человека настроение будет, допустим, когда ливень, оно будет оцениваться в 3 балла по 10-бальной шкале. Где 10 это радость большая. А у другого человека это будет 4 балла. А для другого человека, допустим, 3 балла это не только сильный ливень, но еще и сильный ветер и, допустим, гром с грозой. Вот это будет 3 балла. То есть, вот эта тема, которую я, можно сказать, да, я это увидел, наверное, здесь во второй раз. Потому что, когда я занимался своей научной работой, параллельно со мной научную работу делали технологи пищевого производства. И вот они оценивали органолептические свойства именно по рангам. Допустим, они выпекали кексы, ну, скажем, ну, например, с разной рецептурой. С добавлением, допустим, инулина. В замен, допустим, муки, в замен сахара они добавляли инулин. Допустим, заменяли сахар, допустим, на 10, на 20, на 30, на 40, на 50 процентов. И в контроле, где сахар был не заменен инулином. И потом они маркировали эти образцы, эти 6 образцов, они маркировали каким-то образом и давали на пробу. Но при этом, вот здесь, вначале они делали каким образом? Они образцы, то есть от 0 до 6, от 0 до 5, где 0 это не сахара, а 6, а 5 это половина сахара заменено инулином. Но когда я увидел, что они хотят так сделать, я им посоветовал, чтобы они сделали по-другому. Чтобы они, каждый образец, пронумеровали случайным числом. Например, 12, там 24, или там 31, или там 115 и так далее. Но при этом они себе на бумажке выпишут, какое это число случайное соответствует, а какому образцу. Чтобы человек, который пробует, он не смог привязаться к этой цифре, и исследования были более точными. И, соответственно, таким образом они последовали моему совету, и, соответственно, они провели это исследование, потом опубликовали это все в научных изданиях, в изданиях рецензируемых ВАК. Это коротко, соответственно, о книге «Статистика и котики» Владимира Савельева, которая, безусловно, будет полезна всем, кто занимается научными исследованиями, чтобы впервые познакомиться с статистикой и на каких-то простых примерах узнать, как она работает. Полезна тем, кто занимается анализом данных, сейчас это популярная тема, и, наверное, людям, которые все-таки хотят расширить свой кругозор и приобщиться к математическим методам анализа. Благодарю вас за внимание. Это был обзор книги Владимира Савельева «Статистика и котики». Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...